Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Ирина, я очень рада видеть вас на своем канале. Назрела у меня необходимость снять ролик, так как я совершила небольшие косметические покупки. По необходимости мне нужно добавить эти уходовые средства в косметичку. Не могу я ждать конца месяца, чтобы вам их показать в общих покупках. А также я немного не подрассчитала с некоторыми категориями уходовых средств в косметичке на октябрь. Нужно кое-что добавить. Решила я сделать это вместе с вами. Надеюсь, вам будет приятно провести со мной эти несколько минут, так же, как и мне с вами. Ну что ж, давайте начнем. Я в уходовой косметичке на октябрь показала ополаскиватель для полости рта. У меня это элистерин имбирилайм. Я сейчас нечаянно уронила просто перед съемкой пузырек и средство немножко вспенилось. Совсем чуть-чуть у меня его осталось, ничего в запасах нет. Я сейчас как-то крайне редко стала использовать ополаскиватели, но все-таки необходимости в них есть. И я стала смотреть, что же можно приобрести выгодно в наших магазинах. И на сайте интернет-магазина Фортуны, это наша пензенская сеть косметических магазинов, я увидела вот такую спайку из двух ополаскивателей от лесного бальзама. Стоила эта спайка всего 108 рублей. Мне показалось очень выгодным предложение, и я ее приобрела. Что здесь в составе упаковки? Ну, во-первых, это 400 мл ополаскивателя с шалфеем и маслом кедровых орешков, который заявлен как противовоспалительный. И второй ополаскиватель уже объемом поменьше, 250 мл. Так, я не помню, сказал в первом или нет, на нем 400 мл. Поменьше флакончик, это ополаскиватель для защиты от бактерий и налета. Вот я думаю, что его я и возьму в следующем в использовании после элистерина. А с шалфеем бальзамчик буду использовать, если возникнут какие-то проблемки с деснами. Далее, также в интернет-магазине Фортуна я купила килограммовую упаковку морской соли. Вот таким образом она выглядит. Не очень чистая, но очень бюджетная. Вот за эту упаковочку я отдала всего 51 рубль. Я сейчас страдаю таким неприятным заболеванием, как пяточные шпоры. И в рекомендациях по их лечению у меня прием ванночек с морской солью. Какую-то хорошую, дорогую соль мне на это, если честно, жалко тратить. Поэтому я вот такую бюджетную приобрела. То есть буду использовать ее исключительно для ножных ванночек. Что касается хорошей, дорогой соли, которую я использую для приема ванн. Ну как, дорогой соли? По отношению к этой, да? Я забыла показать вам в уходовой косметичке ту соль, которую сейчас активно использую. Это сенсотерапия, тропическая спа и ланг-аланг и грейпфрут. Заявлено как тонизирующая. Здесь объем довольно-таки приличный. 560 грамм, но он, конечно, все равно меньше, чем первая упаковочка, которую я вам показала. Очень красивого цвета сама соль. Она окрашивает воду в такой, знаете, цвет мякоти грейпфрута. Очень красивая вода. Вместе с тем сама поверхность купели не пачкается, не окрашивается. Что не может не радовать. Потрясающий аромат. Хорошо тонизирует кожу эта соль. Расслабляет мышцы после приема ванной с этой солью. Здесь в этой марке представлено несколько видов. Есть с лавандой и ромашкой, есть с хвоей, с чем-то. Не помню, я такие соли приобретала в свои тематические посылки. В общем-то, решила и сама познакомиться. Стоит она у нас где-то в районе 90 рублей примерно. И рассчитана вот эта упаковка по инструкции на три применения. Ну, классная соль, очень я ей довольна. И, кстати, удобная упаковочка. Совсем чуть-чуть у меня осталось очищающего крем-геля для интимной гигиены. Это луника от Фаберлик. И, в общем-то, включаю я в использование последнее средство подобного плана из своих запасов. Это крем-гель от марки Сиола. Слышала на него классные отзывы. Приходил мне этот продукт в подарок. В нашем городе я и в продаже подобную марку не видела. Надеюсь, что мне тоже понравится и подойдет этот продукт. В общем, буду тестировать с огромным интересом. Объем здесь приличный. 280 мл. Помпо-дозатор. Что всегда удобно при использовании подобных средств. В общем, будет у меня новый косметический эксперимент. В уход за волосами я брала троечку средств от Кориньер. Линейка Ботаник Терпи с касторовым маслом. Шампунь и бальзам для волос у меня закончились. А вот маска молочко осталась. Ну, наверное, где-то на пару применений еще. Средство очень жидкое. Я как бы не могу назвать ее маской. Его, простите, маской. Это скорее довольно-таки такой качественный бальзамчик. Не хочется мне его как бы отставлять. Хочется закончить. Я взяла еще на октябрь в уход тройку средств от марки Гриннини. Шампунь, бальзам и маску. Но как-то пока не хочу их разбивать. Хочу их тоже все вместе начать. Поэтому решила включить в свою уходовую косметичку продукт от Ифраше. Это гель для волос и тела Маноиды Таити. Это у меня еще старое оформление. Объем 400 мл. Очень такой насыщенный, яркий, тропический аромат. Попробую, как он работает на волосах. Ну, если не подойдет, в общем-то, буду использовать как гель для душа, как пену для ванны. Тем более у меня уже он по срокам годности подходит в феврале. Истекает у него срок годности. В общем, нужно ставить в использование. И надеюсь, что получать удовольствие от его применения. Очень я надеюсь, что в качестве шампуня он мне подойдет. Вот прям сейчас отсниму ролик и пойду уже тестировать. Ну и последнее, что я хочу вам показать в этом видео. Хочу я, вернее, как сказать, уже открыла. И хочу включить в ежедневное использование крем для рук от Локситан. Это, наверное, один из самых знаменитых их продуктов с маслом ши. У меня полноразмерная версия в 150 мл. Но лимитированное какое-то издание. Не совсем обычно оформленное. Он у меня тоже в проекте уходовом. Project Penny. Project Penny на 2022 год. В сентябре у него истекает срок годности. Почему? Как бы решила вот уже начать им пользоваться. Я такой крем-пробничек отсылала в подарок. Иришке Бибибрейн. Ириш, привет, если смотришь. Она как бы уже его истратила. И оставила отзыв о том, что он как бы не совсем подошел ей этот продукт. Что она оставляет у нее на руках пленку, под которой кожа как бы не увлажняется. Только еще хуже становится. Я прям так как-то насторожилась после ее отзыва. Потому что у меня был в использовании такой крем только с миндалем. В общем, никаких нареканий по его поводу не было. Я, значит, сразу после Иринова видео открыла упаковочку, протестировала его на себе. Что я могу сказать? Крем действительно очень питательный, очень плотный. Пока он не впитался в мои руки, ощущение, как бы, так сказать, может быть не то, что пленки, а вот ощущение крема на руках, да, было. Причем довольно-таки продолжительный период этому крему нужен, чтобы впитаться в кожу рук. Но вот после того, как он впитался, как бы негатива он на моей коже не вызвал. Он прекрасно смягчил мне кутикулу, а я как бы страдаю ее сухостью. В общем-то и ручки выглядели напитанными, увлажненными. И я поняла, что как бы это крем не для дневного использования. То есть он будет неудобен тем, что после него сразу, после того, как ты его наносишь, сразу нельзя начать что-то делать. Останутся следы, да, там, допустим, на бумаге или на каких-то вещах, которые вы будете брать в руки. А вот в качестве ночного крема, мне кажется, он будет довольно-таки неплох. И если я его начну сейчас на ночь использовать, а это однократное применение в день, то, думаю, как раз до сентября закончу. Хочу сказать, что вот у крема с миндалем, который у меня был от Локситан, более легкая консистенция, он быстрее впитывается. И вот как бы таких проблем не создает. Но, тем не менее, я пока не хочу. После однократного применения не хочу этот крем ругать. Посмотрю, как говорится, как он дальше будет вести себя на моей коже. Ну что ж, друзья мои, вот такое небольшое видео у меня сегодня спонтанно случилось. Надеюсь, что была вам полезна и интересна. Спасибо, что провели со мной это время. И до новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok